МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галина Титарчук. В Чубаксарах в церкви в честь иконы Божьей Матери вознесения погибших, что в юго-западном районе, произошла кража, похищены золотые украшения, пожертвования прихожан. О предварительных версиях расследования смотрите в нашем репортаже. Работа церкви на гражданской 99 временно приостановлена. Съемочную группу и прихожан за ворота не пустили. Сегодня здесь работают полицейские. Не установленные лица проникли в церковь иконы Божьей Матери вознесения погибших через запасной вход. В данное время проводится осмотр места происшествия. Создана следственная оперативная группа, проводятся следственные оперативные мероприятия. Для прихожан закрытые двери священного храма стало неожиданностью. Новость о краже многих верующих шокировала. Наказание, конечно, оно вряд ли их настигнет, потому что, ну, возможно, даже и не найдут этих людей. Но ведь есть же еще суд Божий. И каждый человек ответит не только за свое действие какое-то, но и даже за слово, за мысль, за все нам надо будет отвечать перед Богом. Ну, у меня нет слов. Нельзя так, нельзя. Это же святость. Все, что в храме, это свято. Злоумышленники похитили ценные предметы. Пропали пожертвования прихожан. Золотые изделия, которые находились возле икон. Материальный ущерб храму нанесен значительный, но специалисты не могут оценить кражу. Церковный аутвер, иконы, Евангелие, все это осталось на месте. Похищены только золотые изделия, оставленные прихожанами от двух икон. По объему похищенного мы сейчас определяемся. Достаточно сложный такой момент. Церковь, ну, понятно, по определенным причинам. Учет этих пожертвований, как таковых, не ведет. Это пожертвование людей. Церковь не была оборудована сигнализацией. Территорию храм охранял сторож, который несет там службу. Сам он подозрений не вызывает, отметили в полиции. Определенный алгоритм работы по преступлениям, связанным с кражами имущества, уже отработан в полном объеме. Стражи порядка берут на себя обязательство найти преступников. Что касается следов. Здесь все не бесперспективно, скажу так, не раскрывая всех нюансов. Пригласила туда дополнительно экспертов. Есть там определенные следы. Они сейчас обрабатывают помещение, внутрицерковное помещение, обрабатывают территорию вокруг церкви. Безусловно, мы сейчас проанализируем все подобные факты, которые были совершены несколько лет назад. Посмотрим по раскрытым преступлениям, кто был привлечен. По республике посмотрим. Запросим информацию у наших коллег из соседних регионов, что это разовое явление для Чебоксар, либо это, может быть, какая-то группа преступная прокатилась по субъектам. Данифа Тагерова, Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Александр Петров, Республика. К другим новостям. За заслуги перед страной Чувашии в парадном зале Дома правительства сегодня звучали фанфары. По традиции, накануне Дня Республики здесь вручали государственные награды. В числе лучших представителей медицины, промышленности, сельского хозяйства, образования. Многие сегодня получили звание заслуженных работников. Подробнее мой коллега Дмитрий Ковалев. И вновь на высоте птичьего полета чествуют лучших из лучших. По традиции, передовиков своих отраслей награждают накануне знаменательных дат. Какие только церемонии не устраивали в парадном зале под этим стеклянным куполом Дома правительства. Фантазии не иссякают. Правда, в этот раз решили обойтись без танцев и песен, чтобы не затягивать церемонию. Список награжденных уместился на пяти листах. В нем более 30 человек. Они такие разные. Судья, водитель, балетмейстер, ветеринарный врач, директор школы. Вместе виновников торжества объединяет одно. Все они любят свое дело. Их успехи двигают Чувашию вперед. Республика возвращает все сполна. Помогает пожилым и молодым. Большое внимание уделяется помощи молодым семьям, а также защите материнского и детства. Достигнуты неплохие результаты. Мы об этом говорили. За последние 20 лет по прошлому году первые мы вышли на положительную демографическую ситуацию. Это о чем говорит? Это о том говорит, что повышается качество жизни. У семьи есть уверенность в завершем дне. И снова глава региона вспомнила о детях. За ними будущее. Впрочем, с каждым годом в Чувашии становится больше многодетных семей. Супруги Харитоновы из Ибресинского района воспитали троих дочерей и двоих сыновей. Говорят, что своим чадом они всегда старались привить любовь к труду. Теперь перед их детьми открыты все дороги. Кто-то работает в больнице, кто-то в администрации. Заслуги оценили по достоинству. Галине и Валерию вручили медаль ордена родительская слава. За воспитание, за труд, за многолетний добросовестный труд. Он работает водителем после 40 лет уже, водителем в колхозе. Я работала всю жизнь в санитарке в больнице. Кикбоксер, чемпион Европы и мира вновь на высоте. К его титулам прибавили еще одну почетную награду – звание заслуженного работника. Алексей Соловьев на протяжении многих лет тренирует молодых спортсменов. Ученики его школы не раз поднимались на пьедестал почета. Чемпион России есть, есть неоднократный чемпион Приворска федерального округа. Кикбоксинг у нас сейчас развивается очень успешно. Детей очень много ходит, занимается. Победы Анатолия Головина – сотни спасенных от болезни людей. Более 40 лет он работает пульмонологом. Когда-то он и сам стоял у истоков этой службы в Чувашии. Его заслуги перед республикой оценили по достоинству – почетной медалью. Сейчас наши пульмонологи на достаточном счету и мы продолжаем работать на уровне зарубежных. Тем более сейчас существуют такие стандарты, которые приняты во всем мире. Мы их внедрили и добиваемся соответствующих результатов лечения больных. Лауреатами государственной премии признали авторов пьесы «Серебряное войско». Талантливые актеры, эффектные костюмы, которые воссоздавали по архивным документам. Спектакль произвел настоящий фурор, он всегда проходил с аншлагом. Хотя, вспоминает режиссер, воплотить эту задумку в жизнь было непросто. Была тема настолько больная для современного общества. И очень было больное сопротивление этой пьесе. Но когда мы начали работу, особенно женский состав, он открылся этой темой. Уже заслуженных работников глава региона поздравляет лично. После официальной церемонии традиционная экскурсия по крыше высотки. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. В Чувашии запущен новый механизм взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями. По указу президента России к 2020 году должно быть создано около 25 миллионов модернизированных рабочих мест. Как приспособить обучение к нуждам экономики, обсудят участники Межрегионального совета профессионального образования Приволжского округа. В Чувашии уже есть что рассказать. В Чувашии на сегодняшний день функционирует более 50 учреждений начального, среднего и высшего образования, которых обучается более 80 тысяч будущих специалистов. Работодатели заинтересованы в том, чтобы система профессионального образования соответствовала их требованиям и готовила высококвалифицированных специалистов, а выпускники в хорошо оплачиваемой и достойной работе. Но реальная картина не соответствует требованиям времени. Если взять цифры, статистики, из 10 единиц взять, один специалист нужен с высшим образованием, из 10, два специалиста с средним образованием и 7 специалистов с рабочим. У нас что мы выпускаем? Воза, СОЗа и ПОО. Четыре с высшим, два с средним, практически по среднему, ну один к одному. И четыре выпускаем рабочих специальностей. Проще говоря, одних специалистов днем с огнем не сыщешь, а других слишком много. Это несоответствие негативно сказывается на экономике республики и страны в целом. Поваров и кондитеров не надо готовить миллионы, тысячи штук. Для этого должен определенный обоснованный анализ быть. Сколько их готовить сварщиков, сколько строителей, сколько швей. Пока не хватает как раз инженеров специальностей, технорей, так называемых, не только в системе среднего профессионального образования, даже вузовского образования. Связь учебных заведений и предприятий была потеряна в 90-х годах. И только последние несколько лет баланс начал восстанавливаться. Заключаются взаимовыгодные договора, предприятия вкладывают деньги в развитие учебных заведений. Мы за год обучили почти 100 монтажников электронной аппаратуры и числа взрослых. За 18 человек заплатила ЭЛАРа, целевой был контрактный заказ. Остальные заплатили деньги сами. Получение этого документа позволило им устроиться на работу. То есть они стали востребованы. В Чувашии планируется открыть 7 центров прикладной квалификации, которые будут готовить специалистов по таким востребованным направлениям, как транспорт, машиностроение, строительство и другие. Такой опыт уже есть во многих странах. В течение двух дней в республике будут проходить заседания по развитию государственно-частного партнерства в профессиональном образовании, в которых примут участие гости из 14 регионов России. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашском государственном университете имени Ульянова продолжается объединение смежных факультетов. Делается это для оптимизации работы. Изменения уже коснулись медицинского, электротехнического факультетов, а также кафедры иностранного языка. На этот раз очередь дошла и до гуманитарных специальностей. Согласно решению ученого Совета ЧГУ, с 1 июля 2013 года произойдет объединение филологического факультета, факультета Чувашской филологии и культуры и факультета журналистики в единый факультет. Исполнение обязанностей декана нового факультета возложено на доктора филологических наук профессора Геннадия Корнилова. На факультете журналистики до сих пор было 3 кафедры с малым числом преподавателей. Эти 3 кафедры сейчас объединены в 1 кафедру журналистики. Это произведено в рамках программы оптимизации структуры университета. Процесс идет уже третий год. Такая реорганизация несет немало изменений. Уже принято решение повысить оклад всего преподавательского состава на 30%. Теперь кандидат наук, доцент, не может получать меньше 17 тысяч в месяц. Но это повлечет за собой и сокращение. Сокращается также количество бюджетных мест. Теперь на 3 объединенных факультета выделяется только 10 бюджетных мест. И повышается стоимость очного обучения. Обучение по контракту по всей России, независимо от условий и средних зарплат в разных регионах, независимо, значит, минимальная стоимость обучения в год – 63 тысячи. Меньше запрещено. 63 тысячи в год обучение обойдется. Это минимально. А есть факультеты, где 90-100 тысяч есть. Такая неожиданная новость вызвала негодование у многих студентов. Но паниковать не стоит. Изменения коснутся абитуриентов 2013 года. Те, кто уже заключил договор с университетом, будут обучаться на тех же условиях, теми же преподавателями и по той же программе. В ЧГУ пояснили, что в дипломе будет указываться только специальность, по которой учились студенты. Самого названия факультета не будет. Татьяна Филатова, Регина Кубайкина, Республика. Количество дорожно-транспортных происшествий в Чувашии продолжает расти. Анализ последних пяти месяцев показал, что самые аварийные дни недели – среда и пятница. А виновниками ДТП чаще всего становятся молодые люди, которые превышают скорость и нарушают правила дорожного движения. О том, как госавтоинспекция собирается бороться с правонарушителями – в нашем сюжете. За пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012-го зафиксирован значительный рост ДТП. Среди выделившихся районов – Аликовский, Порецкий, Канажский и Янтиковский. Увеличилось и количество дорожных происшествий из-за нарушения правил пешеходами. Основные происшествия – наезд на пешеходы, столкновения и опрокидывания. Мы впереди уже запланировали фотофиксацию. Три комплекса для выявления, в которых водитель не уступает пешеходам. Очень слаженно работал комплекс, он и работает на Гагарине, Янгельце. Вы видите сами, что уже там дорожные происшествия припятались. В связи с тем, что фотофиксация, программный комплекс «Поток» – это пилотный проект. Антирадары не берут. Это не как в других городах республики, регионах России. Она показывает нарушение правил дорожного движения, кто не уступает пешеходам. Особое беспокойство у автоинспекторов вызывают мотоциклисты, водители скутеров и мопедов. С начала года произошло 24 ДТП, в которых 30 человек получили ранения. Выявить и предупредить дорожные происшествия помогают приборы фото-видео фиксации. Поэтому в планах госавтоинспекции в течение года увеличить их количество в Чебоксарах и на проблемных дорогах республики. К тому же, благодаря такой системе наблюдения и взысканным штрафам, казна республики уже пополнилась на 50 миллионов рублей. Проблема остается на территории республики федеральной трассы и республиканской дороги. Начиная с Чебоксарский район, Цивильский район, Канажский, Комсомольский, планированная в федеральной трассах. И республиканской автодороги – это Сурска, до Аллатыря. Берем населенные пункты, берем, где школы, не там, где хотим что-то, и где есть возможность подключения электропитания. Проблема только в этом. Кроме приборов, на дорогах Чуваши совсем скоро появится знак фото-видео фиксация и дорожная разметка, которые будут обозначать, что на данном участке дороги осуществляется фото- и видеозапись. Мы не думаем, что она просто так стоит. Она будет стоять на стационарных участках, где сегодня работают. Она будет стоять на муляжах. Мы ставим трехножки под эти приборы, то есть наши переносные. Мы еще разработали антивандальные. Наши фотофиксации, вы видите, уже на трассе М7 заварены, красиво все сделаны. Инспектор ДП, чтобы не сидел, не охранял, потому что у него работа другая, устанавливается этот прибор, закрывается полностью, и она работает в течение того периода, когда инспектор приезжает вечером, забирает и потом сдает правил дорожи. Потому что мы новые методы должны разработать, что-то должны искать. Установка знаков начнется с 1 июля. А пока все силы госавтоинспекции будут направлены на предстоящие выходные и праздничные дни. Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика. Лето, пора отпусков и отдыха. Многие уезжают в теплые края, кто-то просто на дачу или в деревню. А квартиры остаются без присмотра. Этим и пользуются злоумышленники. В нашем городе в последнее время громких ограблений не было, сообщают сотрудники управления МВД города Чебоксары. Скорее всего, это результат профилактической работы с населением. Но все же с начала этого года в Чебоксарах зарегистрировано 70 проникновений в жилище. 34 преступления раскрыто. Как обезопасить свой дом от нежданных гостей, в нашей съемочной группе рассказали в управлении МВД. Правоохранители условно делят кражи на две группы – профессиональные и совершенные по случаю. А случаи бывают разные. Чаще всего нерадивые жильцы сами оставляют открытыми двери и окна. А случайные гости не могут пройти мимо того, что плохо лежит. В начале года в Чебоксарах была задержана группа так называемых профессионалов квартирных краж. На ее счету было 8 преступлений. Профессионалы-злоумышленники месяцами могут готовиться к ограблению, присматриваться к квартире, к образу жизни ее жильцов. В общем, делать все, чтобы осуществить свой коварный план – забрать чужое. И поймать их не так-то просто. По словам оперативников, большинство профессиональных краж совершаются путем подбора ключей. С января 2013 года по сегодняшний день на территории города Чебоксар совершено 47 таких преступлений. Но обезопасить свое жилище все же можно. Для этого от людей требуется больше бдительности. Закрывать двери на все замки, при появлении подозрительных лиц в подъезде сообщать в полицию. А также тщательно выбирать замки для квартиры. Фактов таких, чтобы у нас взламывали непосредственно дверь, выдергивали или каким-то иным механическим способом повреждали, я, по правде сказать, не припомню. В основном, конечно, идет подбор ключа. Поэтому, когда наши граждане заказывают, допустим, дверь устанавливают, либо приобретают квартиру с уже установленной дверью, безусловно, хотелось бы им посоветовать произвести замену замков. Замену замков, значит, либо хотя бы личинки замков поменять. Сделать это лучше собственными силами. Защитить свою квартиру помогает и видеонаблюдение, установленное не только около подъезда, но и внутри. Такая практика действует во многих домах города. Не лишними будут и услуги вневедомственной охраны. Когда квартира находится под сигнализацией, преступники, скорее всего, обойдут стороной жилища, оборудованное красным индикатором. В летнее время манит преступников не только квартиры. Участились случаи кражи велосипедов на улицах города. Таких преступлений больше зарегистрировано в северо-западном и новоюжном районах. Обычно злоумышленники перекусывают кусачками тростики замков и часто забирают велосипеды, которые оставлены без присмотра. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Ну а следующую новость мы оставили на десерт. Сегодня на ведущей кондитерской фабрике «Чувашия» презентовали новые технологические линии. Оценил производственный процесс и глава Республики. Где-то экономические кризисы и спады, кто-то закрывается, не выдержав конкуренции. Ну а у Аконда все в шоколаде. Производство постоянно развивается, а ассортимент пополняется. Новый производственный корпус предприятия открылся меньше года назад. Посмотреть, как заполняются новым оборудованием производственной площади, приехал и глава Республики. Знакомство с производственным процессом началось с четвертого этажа. К примеру, вот на этом оборудовании встречаются воздушный рис, кукурузные хлопья и нежная шоколадная подложка. В итоге с конвейера сходит новинка – конфета «Вираж». Это сладкое новшество производят на одной из технологических линий верхнего этажа корпуса, который пока в стадии запуска. Также главе Республики продемонстрировали производство конфет под экзотическим названием «Мадагаскар» и «Ракета». Однако всех тайн кондитеры не раскрыли. Так, этажом ниже оборудование еще только монтируется. Здесь будут производиться как конфеты, которые уже успели полюбить покупатели, так и новинки. Информация о новом лакомстве пока держится в тайне. Известно одно, жители Республики ждет много новых вкусностей. Если предприятие заработанные деньги инвестирует в воспроизводство, это нормальное явление. И этими должно, наверное, улучшаться состояние экономики и в Республике, и в России, и в стране. Так что, самое главное, этот показатель должен быть. Мы знаем, что есть окон предприятия под старый корпус. И то, что последние годы построили два новых корпуса, это практически почти 18 тысяч квадратных метров новых производственных мощностей. Можно сказать, что окон построил новый завод. Это визитный Каршко-Чувашской республики. Я не побоюсь этого слова. Впрочем, делает слаще жизнь предприятия не только в Чуваше. Продукции вывозятся и в другие регионы, и даже страны. Представители компании уверены, производство будет расти и дальше. А глава республики еще не раз приедет оценить новинки. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Певческое поле на один день превратится в настоящую спортивную арену. В этом году все Чувашские агады будут проходить именно здесь. Бег, скачки, прыжки, борьба, стрельба, перетягивание каната, лазание на столб. Программа праздника очень насыщенная. Рассчитана как на детей, так и на взрослых. На любимый праздник Чуваши съедутся гости со многих регионов России, и даже из Белоруссии и Эстонии. На набережной залива будут соревноваться сильнейшие борцы, гиревики, атлеты. Самым популярным на году и по-прежнему остается национальная борьба на поясах кирижу. В старину тот борец, которого никто не смог победить, получал титул богатыря. Этот вид спорта не теряет своих поклонников и в наше время. Ожидаем мы на этих соревнованиях спортсменов не только из нашей республики, но и за ее пределами. Прежде всего хотел бы отметить, у нас очень сильная национальная борьба в Ульяновской области, Самарской области, Республике Татарстан. Надеемся, что к нам приедут и наши дальние, скажем так, кроссовники из Тюмейской области. Поэтому ожидается очень напряженная борьба. Ценные призы, среди которых скутеры, ждут и победители в гиревом и армспорте. На отдельных площадках будут проходить разнообразные шуточные состязания для всех желающих. Самые ловкие постараются достать монетки из кислого молока, разбить горшки с завязанными глазами, сыграть в дартс. Помимо названных спортивных состязаний, мы запланировали показательное выступление конно-спортивной школы нашей республики, нашего министерства. Здесь тоже планируется очень красочное представление. Джигитовка, красочная джигитовка с участием самых лучших наездников нашей республики, всадников нашей республики. Поэтому это мероприятие у нас начнется в 5 вечера, тоже на Певческом поле. Кроме того, на Чебоксарском заливе свое мастерство покажут спортсмены Федерации парусного спорта, гребли на байдарках и каноэ. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. В Национальной библиотеке презентовали новый календарь. Чувашский край в памятных датах и фотографиях. Каждый день года – это памятная дата. Все сведения выстроены в хронологическом порядке и включают в себя наиболее значимые события с древнейших времен и по нынешний день. У этого издания есть своеобразный прототип. В 2001 году увидел свой первый летописный календарь Чебоксары в памятных датах. 3000 экземпляров разошлись достаточно быстро. Зародилась мысль, а почему бы не сделать летописный календарь о Чувашский край в памятных датах и фотографиях. Начали работать, собирать материал. И он у нас состоялся. И можно сказать, это как краткая Чувашская энциклопедия. Здесь и события, здесь и люди. Такой календарь он нужен во всех школах, во всех учреждениях культуры. Да и любому человеку, кто интересуется историей края. По словам Анатолия Князева, календарь может стать своеобразной визиткой республики. Даже не стыдно любому вручить приезжающему гостю Чувашию. И прочитав этот календарь, можно иметь уже представление о Чувашии в республике, о людях, знаменитостях чувашского народа. Тоже очень много, емко. Тираж 5000 экземпляров уже вышел в свет. Из них 3000 пойдут в учреждения образования и культуры, а 2000 – в свободную продажу. В планах также сделать календарь формата А4 и каждой дате подобрать фотографию. Дмитрий Точилов, Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА